Добрый вечер, уважаемые участники. Здравствуйте, Александр. Всех рад приветствовать на новом вебинаре. Сегодня мы, как всегда, поговорим о рынках, разберем текущую ситуацию, посмотрим на отдельные акции. Планов сегодня много, поэтому будем начинать. Прежде чем начнем, как всегда, я напомню о рисках. Всегда важно помнить о том, что торговля на финансовых рынках, будь то маржинально, будь то инвестирование, оно всегда сопряжено с рисками, с ними нужно разобраться. Мы в Адмиралус уделяем большое внимание обучению, поэтому мы рады, что Александр присоединяется к нам раз в месяц, делится своим опытом и вопрос риска мы тоже затрагиваем. Но это важный момент, с которым важно разобраться и ознакомиться. Для тех, кто присутствует впервые, пару слов о компании Адмиралус, особенно для тех, кто будет смотреть нас в записи на YouTube-канале. Мы являемся брокером, работаем более 2021 года, работаем в разных странах. Сейчас перед собой вы можете видеть список лицензий, которые сейчас активны. Также мы планируем экспансию в Канаду, в Южную Африку, поэтому у нас достаточно большое количество планов для того, чтобы работать с большим количеством клиентов как раз в том правовом поле, где наш клиент находится. Для торговли мы предоставляем платформу MetaTrader 4 и MetaTrader 5. Доступны инвестиционные счета, где вы можете формировать долгосрочные портфели из акций, из ETF и также счета для маржинальной торговли, но маржинальная торговля всегда более опасная, то есть там соблюдение риск-менеджмента, но еще более нужно строго за ним следить. Всегда рекомендуем, так как у нас, вот я уже спрашивал в чате, у нас огромное количество участников с разных стран, поэтому здесь правильнее, если у вас есть какие-то вопросы по открытию счета, то вы можете обратиться к вашему персональному менеджеру, получить консультацию, ну и выбрать топ-тип счета, то операционную компанию, которая именно вам подходит. Одно из нововведений, которое мы запустили уже, правда, пару месяцев, но я продолжаю об этом напоминать, потому что это очень интересный продукт. Для наших инвестиционных счетов мы сделали возможность покупки дробных акций, то есть теперь, если акция стоит, допустим, тысячу долларов, то не обязательно покупать целую акцию, можно купить ее часть, да, с шагом 1 сотая лота, то есть можно потратить всего 10, но уже войти в эту бумагу и таким образом диверсифицировать ваш портфель. Данная опция, она доступна для мобильных приложений на Андроиде и на iOS и также на платформе MetaTrader 5, поэтому вы также для себя в формировании вашего долгосрочной стратегии или также краткосрочных сделок можете на это ориентироваться и планировать. Как я уже сказал, мы уделяем большое количество внимания обучению, поэтому я бы хотел порекомендовать, чуть позже я также добавлю ссылки в чат, подписаться на наш YouTube-канал, там у нас будет проходить также конкурс, где можно выиграть книгу с автографом Александра, а про конкурс я буду рассказывать в конце видео и также подписаться на наш Telegram-канал, где мы оповещаем о всех предстоящих вебинарах и выкладываем также записи, поэтому если в следующий раз вы пропустите вебинар именно в лайве, то вы сможете всегда там найти записи и их посмотреть. Сегодня о чем мы поговорим, то есть мы как всегда поговорим про ключевые рынки, всегда очень интересно услышать мнение Александра именно по американскому рынку, поэтому, наверное, чуть больше времени мы уделим индексу S&P 500, так как он является ключевым фактически индикатором и многие рынки с ним коррелируют. Также вот уже были несколько вопросов как раз в чате посмотреть индикаторы New High и New Low, то есть какие произошли изменения, ну и для тех, кто на русском языке смотрит, возможно, те участники не слышали то, что мы обсуждали неделю назад на англоязычном вебинаре. Обсудим текущую ситуацию, также вот интересный вопрос, насколько, Александр, вот ожидаете рецессию, ну я потом тоже этот вопрос озвучу, пока просто такой план даю, также у нас будет несколько бумаг, которые мы отдельно посмотрим, подведем итоги конкурса, да, с прошлого месяца, разберем те бумаги, которые показали плюс, да, или те, которые в минусе, то есть, ну так, скажем, такая работа над ошибками, да, что можно было бы улучшить, да, в тех или иных сделках для того, чтобы, возможно, закрыть сделку быстрее или раньше, да, или поставить стоп-лосс в каком-то другом месте, то есть, вот как раз это обсудим. Ну и в конце видео я также расскажу про индикаторы Александра, как их можно будет установить на платформу и также расскажу про правила конкурса. Вот с моей стороны это все, готов передавать слово вам, всегда с нетерпением ждем, всегда огромное количество отзывов и положительных, безусловно, отзывов о тех вебинарах, которые мы проводим, поэтому всех рад приветствовать на нашем вебинаре. Александр, передаю слово вам. Спасибо большое, Роман, спасибо за доброе представление и, как всегда, приятно встретиться и раз в месяц иметь возможность поговорить на родном языке. Ну и серьезно, очень приятно всегда встретиться с вами, с вашей группой и поговорить о сегодняшних рынках. Я думаю, что мы начнем, как всегда вы это делаете, посмотрим главные рынки или, если вы хотите, да, или если вы хотите, я могу взять сначала экран и разобраться с S&P, а потом с остальными рынками вы это сделаете на ваших графиках, как вы предпочитаете. Начнем с ваших, ну начнем с ваших, потом перейдем. Те, кто слышали меня раньше, слышали это раньше, а те, кто новички, пара вступительных слов. На рынке надо смотреть двумя глазами. Точно так же, когда ведешь машину, нужно двумя глазами смотреть вперед, для того, чтобы иметь стереоскопическое такое представление о том, что происходит. То же самое с рынками. И поэтому эта система, эта часть системы тройного фильтра. Я всегда начинаю с того, что выбираю график, который меня больше всего интересует. Обычно это дневной график. Вот он с правой стороны экрана. И я запрещаю себе смотреть на дневной график, пока я не пойду к графику на один порядок выше. Один порядок на рынке это пятерка, то есть рынок, который в пять раз длиннее. Я не буду разбираться с дневным графиком, пока я не рассмотрю недельный. Поэтому начинаем с того, что смотрим на недельный график с левой стороны. Здесь вы видите, как до декабря шел бычий рынок. И во время бычьего рынка общий подход такой. Покупаем, когда цена откатывается в зону ценности. А зона ценности – это зоны между двумя скользящими средними, быстрые и медленные. А сейчас скользящие средними развернулись четко вниз, поэтому зоны ценности из области покупки, наоборот, становятся зоной продажи. Каким образом? Вы видите, что рынки плывут вот в этом канале, в коридоре. Верхняя граница коридора показывает максимум жадности. Нижняя граница коридора показывает максимум страха. И когда цена вываливается ниже нижней границы, это значит, что рынок паникует. И начинается ралли из зоны паники всегда. И цель мишени этой ралли – это зона ценности. И вот в данном случае это график S&P наверху. Зона ценности в графике S&P наверху. Ралли началось на прошлой неделе. На этой неделе небольшой откат этого ралли. Было бы очень хорошо, если бы рынки двигались все время в одном направлении, потом четко разворачивались, двигались в другом. Но, к сожалению, они не исполняют этого нашего желания, а их всегда немножко лихорадит. На прошлой неделе было совершенно замечательное ралли. Значит, на этой неделе происходит коррекция этой ралли. Но цена опять в зоне страха на недельном графике. А это зона, где толпа паникует и выбрасывает активы по каким-то совершенно несуразным ценам, низким. А более знающие люди скупают в зоне ценности, извините, в зоне страха, с тем, чтобы потом продать где-то в районе зоны ценности. Мы разберемся немножко в этом еще, когда будем смотреть на дневной график. Но это ситуация на недельном графике. Паника на рынке и возможности для покупки очень хорошие, но, конечно, большинство людей боятся покупать. Люди любят покупать по верхам, а продавать по низам. Это, так сказать, эмоционально легкое решение. Хотя, конечно, это не то, как мы делаем деньги. И пару слов о графике. Почему график S&P? Есть три основных, если взять три основных индекса, Dow Jones, S&P и Nasdaq. Dow Jones – это очень узкий индекс. Он отражает поведение генералов рынка. Это 30 самых крупных главных акций на рынке. График Nasdaq очень такой инклюзивный. Включает все. Включает очень много всего. А график S&P сделан по весовой категории. В него включены 500 акций с самой большой капитализацией в Америке. Капитализация – это цена акций, помноженная на количество акций, которые были выпущены. То есть, допустим, если у компании акция стоит 100 долларов, а они выпустили миллион акций, то капитализация этой компании – 100 миллионов долларов. Так вот, 500 акций с самой большой капитализацией входит в график S&P, в индекс S&P. И они представляют из себя 70% капитализации всего американского рынка. То есть, не считая более-менее мелюзги, это и есть американский рынок S&P. Вот почему это такой важный индекс. Возвращаемся к нашему графику. Значит, мы рассмотрели недельность слева. Теперь идем к дневному графику справа. И здесь мы видим дно, которое образовалось в мае. Ралли, более нижнее дно, которое образовалось уже в июне. И зон паники, ралли, которое случилось на прошлой неделе. И мы видим вот последние три столбика. Это понедельник, вторник и сегодня происходит коррекция этого ралли. Причем, вы видите, вчера была такая немножко, вчера была паническая коррекция. А сегодня эта коррекция очень замедлилась. Хороший признак. Вот так вот. Глядя ниже, мы видим, что от MACD гистограммы никаких особых новостей не поступает. Дивергенции там нет. А смотрим еще ниже на индекс силы, и мы видим хорошую такую дивергенцию от июньского донышка. Значит, там где вот три стрелочки рядом стоят. Я считаю, индекс силы лучшим способом применять объем в трейдинге. Индекс силы построены на изменениях цены и на объеме, который вызвал эти цены. И наоборот. И мы видим, что была такая паническая ликвидация раньше в июне. А потом донышки индекса силы все выше и выше. Это показывает, что медведи ослабли. Дневной график. Прежде чем переходить к решениям покупать или продавать, нам надо будет посмотреть на график новых высот, новых низов. О которых, кстати, мы получили несколько вопросов в преддверии к этому семинару, этому дебинару. Потому что все сводится в конечном счете. Так что будем делать? Покупать или продавать? Как защищать позицию? А какая мишень прибыли? При этом я, конечно, не имею ни малейшего намерения давать вам указания. Покупая это, продавая то. Я не могу этого сделать по той простой причине, что я не знаю вашей финансовой обстановки, размеры капитала, терпимости к риску и так далее. Поэтому то, что вы видите и слышите во время этого вебинара, я думаю вслух, рассуждаю для себя и делюсь с вами своими мыслями. Если речь заходит о конкретных сделках, то мы поговорим, где бы я поставил защитную приостановку, где бы я для себя поставил мишень прибыли. Опять-таки, ни в коем случае не могу давать вам конкретного совета, потому что не знаю вашей обстановки. Это как послать кому-то письмо. Будешь ехать на машине, поворачивай вправо. А когда? Зависит от того, где ты будешь находиться. Роман, давайте перейдем к моему графику. Я хочу показать вам рынок S&P и особенно его показатель новых высот, новых низов. Так, где мы находимся? Что я? Так, 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 так. Здесь. Окей. Сейчас вы смотрите на график S&P. То же, что вам показывал Роман. Слева недельный график, справа дневной. Я считаю, что этот индикатор, индикатор новых высот, новых низов, лучшим ведущим индикатором рынка акций. Ведущим в смысле, что он часто меняется впереди цен. Вот в таком смысле он ведущий. И опять-таки, начинаем с недельного рынка. На недельном графике слева мы видим абсолютно важную информацию. Самый сильный сигнал. Самый сильный сигнал к покупкам в техническом анализе. Это сигнал, который я обнаружил лет 20 тому назад. Я его назвал спайк. Я даже не знаю, как по-русски хорошо сказать. Спайк – это типа гвоздя, но в 50 раз больше. Когда кладут железнодорожные шпалы, а к шпалам прикрепляют рельсы, то вот эти рельсы прибивают к шпалам такими как бы огромадными гвоздями, размером, может быть, сантиметров 10-15. Вот это называется спайк. И спайк – это такой всплеск негативности, когда недельный график опускается ниже отметки минус 4 тысячи. Я сейчас уплотню этот график, и вы увидите, что эти сигналы спайка получаются несколько раз в десятилетие. Вот был этот сигнал спайк в 2016 году. И это было донышко того надежья в рынке, начался новый бычий рынок. Вот был сигнал спайк в конце 2018 года. Была очень серьезная коррекция на рынке. И когда возник сигнал спайк, он дал… Сигнал возникает, когда индекс новых высот, новых низов на недельном графике опускается ниже 4 тысяч, а потом поднимается выше этой линии. Здесь получился сигнал, и это был сигнал о начале бычьего движения. 2016 год, 2018 год, и потом этот сигнал был в 2020 году, когда началась пандемия, и вот был такой очень скоропалительный медвежи рынок. И все. С тех пор ничего не было до предыдущего, до только что закончившегося мая. В мае мы опять получили этот сигнал. Он дал сигнал, он напомнил нам, что нужно покупать этот рынок. И ралли на рынке S&P, это недельный график, составило 360 пунктов. Вот так вот. И она закончилась где-то в зоне ценности. Тут у меня показано только одно скользящее среднее, почему-то обычно слежу за двумя. После этого ралли рынок упал опять, и мы видим, что следующий сигнал спайк получился всего лишь две недели тому назад, и с тех пор рынок уже поднялся на 260 пунктов. Опять-таки сейчас он находится в коррекции небольшой, такие большие движения обычно не идут в одну сторону, они колеблются немного. Но мне думается, что это ралли еще не проявило полностью себя, что рынок пойдет выше. И зона ценности на недельном графике S&P, это где-то между 4 тысячами и 4100. Вот там-то я думаю, там бы я уже был очень осторожен и стал бы ожидать конца этого взлета. Ну, остается еще довольно много рынка, чтобы попасть в ту зону. Так что считайте меня осторожным быком в данный момент. Возвращаемся к дневному графику. С правой стороны виден дневной график индекса новых высот, новых низов. И здесь я бы сказал, во-первых, то, что происходит сейчас, вот сегодня, да, я думаю, вы видите эту горизонтальную линию, надеюсь, на графике, на дневном графике S&P. Если нет, Роман, скажите. Видим, все хорошо. Вот эта горизонтальная линия, она проведена по уровню донышка майского. И сейчас цены, значит, поднялись выше и тестируют эту зону. Я отслеживаю индекс новых высот, новых низов в трех окнах. Значит, новые высоты за какой период времени? Идем снизу вверх за три месяца. Извините, за один месяц, за три месяца и за 12 месяцев. На всех трех графиках вы видите бычью дивергенцию. То есть S&P упала ниже, чем в мае, а индекс новых низов сделал более высокое донышко. Это показывает, что медведи слабее, чем они были в мае. И поэтому я ожидаю ралли, может быть, скорее всего, в большей продолжительности, чем майское. Вот так вот я считаю этот индекс S&P. Я считаю, что у нас медвежий рынок. Это я начал говорить еще в конце декабря. Мы перешли из бычьего рынка. Это лучше увидеть на недельном графике здесь. Мы перешли из бычьего рынка в медвежий. Скользящие средние. Скользящие средние развернулись и пошли вниз. И продолжают опускаться. Они показывают общее направление толпы. Мы находимся в медвежьем рынке. Но, кстати, медвежий рынок как раз славится такими очень яркими взлетами. Кратковременными яркими взлетами. Почему? Потому что очень много людей шаркят. Причем шаркят поздно. Шаркят не тогда, когда цены высоко, а когда цены низко. И, естественно, малейшее ралли выбивает их из позиций. Они начинают в панике покупать, чтобы закрыть свои короткие позиции. Когда вы покупаете на повышение, играете на повышение, вы покупаете сначала, продаете потом. Когда вы шартите, вы сначала продаете, а потом покупаете. Поэтому, если у вас позиция шорт, рынок идет вверх. С каждым тиком вы теряете деньги. Ах, ах, ах. И люди бегут к выходу, толкая друг друга. И вот эти вот такие эмоциональные покупки очень резко, очень быстро поднимают рынки во время медвежьих периодов. Мы все еще в медвежьем рынке. На это есть целый ряд причин. Но главная причина, думается мне, это решение Федеральной резервной системы. В конце 2019 года, в начале 2020 года, значит, два с половиной года назад, экономика стала перегреваться. И Федеральная резервная система стала немного завинчивать дайте, повышать учетный процент. Так, понемножку все, осторожно. И вдруг разразилась пандемия. Федеральная резервная система стала закачивать деньги в экономику. Это они имеют право делать. И они создают деньги из свежего воздуха, так сказать. И просто создают их нажатием клавиши. И потом отправляют эти деньги в банки, якобы покупая облигации банков. То есть вдруг у банков появляются огромные средства. И банки эти средства вкладывают в реальную экономику и до большой степени тоже в рынке. Вот так вот. Они стали закачивать деньги в экономику. Плюс невероятная господдержка в Америке. Людям выплачивали хорошие пособия. Не особо разбираясь нужными. Совсем не разбираясь нужными или нет. Я пособия не получил только по той причине, личного пособия. Только по той причине, что они смотрят на налоговую декларацию. Говорят, достаточно зарабатываешь, тебе пособия не надо. А вот у меня садовник работает. Так он получал пособия от штата, от федералов. Которые были больше его стандартной зарплаты. Плюс он еще работает за наличку. Ну, все катались в шоколаде. И эти деньги пошли до большой степени в фондовый рынок. И, Роман, если хотите, можете забрать себе экран. Я сделаю стаб-ше. Потом мы перейдем к вашему. Я отвечаю на один из вопросов, которые вы мне переслали. А сейчас, несколько месяцев тому назад, федеральная резервная система сильно забеспокоилась, что инфляция поднялась очень сильно. И они стали завинчивать гайки. А они стали сначала повышать учетную ставку. И это уже отражается в том, что если бы вы покупали дом в декабре прошлого года, то могли бы взять ипотеку за чуть-чуть меньше, чем 3% годовой. Если вы сегодня пойдете покупать дом, тот же самый дом, ту же самую ипотеку, она будет более чем за 6% годовой. Это только начало игры. Они обещают в июле очередное серьезное повышение учетного процента. Это раз. А два. Они стали откачивать деньги из экономики. То есть раньше они закачивали их в экономику, покупая облигации у банков. А теперь эти... А если эти облигации, значит, пора было гасить, то и банки их выкупали обратно. У Федеральной резервной системы появились сливающие деньги, они тут же тратили их на покупку свежих облигаций. То есть деньги из банка, так сказать, как бы никогда и не уходили. А сейчас они каждый раз, когда облигации достигают точки выкупа, говорят банку, пожалуйста, выкупайте свои облигации обратно. И они эти деньги уничтожают. Точно так же, как они их создали из чистого воздуха, они нажимают на клавишу эти деньги, и их больше нет. И даже дыма нет. Так что вот на основании... А экономика бежит на деньгах. И поэтому повышение учетного процента и откачивание денег из банка нажимают на тормоз экономики и, естественно, на тормоз бычьего рынка. И это вот то, что мы видим сейчас. Рынки падают. Не по прямой линии, естественно. Но вот это вот... То есть мы не достигли еще донышка медвежьего рынка. Мы увидим гораздо более низкие цены. И мы увидим вокруг нас, надеюсь, что не среди нас, уровень паники, которого мы еще в этом году не видим. Так что медвежий рынок, но в данный момент коррекция. У Хэрома, я надеюсь, что я не занял слишком много времени рассуждая в американской экономике и американском рынке. Спасибо, Александр. МАСД гистограммы в феврале и на глубину гистограммы сейчас. То есть цены примерно на том же уровне, но гистограмма гораздо более плоская. Но дивергенции нет, дивергенции не будет, пока МАСД гистограмма не тикнет немножко вверх. Это произойдет, скорее всего, на следующей неделе. Может быть, на этой, но очень вряд ли. То есть немецкий рынок продолжает нащупывать дно, готовясь создать бойное дно и начать ралли. Но это ралли еще совсем не началось. С правой стороны смотрим на дневной график. Здесь мы видим очень четко, как рынок прощупывает июньское дно. И здесь нет никакой дивергенции. Это не очень хороший признак. Коррекция продолжается. Спасибо. Евро-доллар. На недельном графике мы видим, как рынок евро-доллара взлетел. И это типичная мишень, где-то месяц тому назад, типичная мишень взлетов во время медвежьего рынка. Зона ценности. Он взлетел в зону ценности, только так вот голову чуть-чуть засунул, подышал чуть-чуть и опять стал тонуть. У правого края прощупывает опять-таки майское, июньское, и майское донышки. МСД гистограммы все еще положительное. Немножко странно, но спорить не приходится. Очень неопределенный недельный рынок. И вы знаете, правило. Если вы смотрите, чистые сигналы прыгают на вас с экрана. Если вам нужно жмуриться и щуриться, и вычислять, есть сигнал, нет сигнала, значит его нет. Чистые сигналы ясно видны. Поэтому, когда я вот вижу такую картину, что с одной стороны, с другой стороны, следующая страница. На дневном графике, кстати, что интересно, двойное дно такое, да, между маем и июлем. И никакой бычьей дивергенции. То есть медведи все еще очень сильные. Эксперт намекает на то, что евро хочет еще попадать. Золото. Странно немножко выглядит. У меня есть идея гистограммы, здесь правда. Сейчас подгружается. Да, идеально немножко нужно. По-моему, немножко... Одна из немногих графических фигур, которым я доверяю, это хвост кенгуру. Это когда один столбик или одна свеча, длинный столбик или длинная свеча вырывается из плотного сплетения цен. И вы видите хвост кенгуру на недельном графике вверх. Это было где-то в январе. И это был конец бычьей фазы. Началась медвежья фаза. И на недельном графике скользящие средние продолжают падать. Гистограмма вроде стала подниматься. Но никаких четких сигналов на покупку нет. Смотрим на дневной рынок. Здесь это выглядит гораздо лучше. Здесь мы видим, что сильное падение было в мае. И с тех пор было еще одно падение рано в июне. И вот сейчас опять люди пытаются опустить золото, а оно не хочет идти вниз. Оно задерживается выше майского дна. И если посмотрите на уровень гистограммы, мы сидели гистограммы, и даже на уровень индекса силы, вы увидите, что донышки в мае были очень глубокими, а сейчас они очень плоские. Это показывает, что медведи выдохлись, и сил у них гораздо меньше. И поэтому имеет смысл думать о покупках на рынке золота. И нефть. Кто-нибудь видит хвост кенгуру на рынке нефти? То есть такой панический взлет, нефть достигла 138, 140 долларов за баррель. И, кстати, хвосты кенгуру были до этого видны дважды внизу. В 2001 году хвосты кенгуру, после которых взлет начался, а сейчас хвост кенгуру был вверх. Смотрим на дневной график. То есть на недельном графике хвост кенгуру и как бы двойной пик. Кстати, блестящая медвежья дивергенция. Блестящая медвежья дивергенция. Если мы будем сравнивать не цены самые высокие, а цены закрытия, то цена закрытия в июне была выше, чем она была в январе. И сравните уровни пиков МСД-гистограммы в январе и в июне. Что очень важно. Для того, чтобы дивергенция была легитимной, МСД должна пересечь нулевую линию. То есть между двумя пиками она должна погостить внизу немножко. И она это сделала. Очень сильная медвежья дивергенция. Очень хочется играть на понижение в нефти и в очень многих акциях энергетики. Смотрим на дневной график. Был очень сильный спад в неравние недели. А последние 7 дней, 5 дней просто происходит коррекция этого падения. Я бы присматривался к ней, посмотреть, когда эта коррекция вверх тормозится и опять играть на понижение. И давайте тогда посмотрим на биткоин. Я сегодня утром глянул на него ниже 20 тысяч. Да, поэтому на него как раз интересно посмотреть. Сейчас 19,5 где-то, да? Плохо видно. Один момент. Лучше 19,9. Я всегда был скептиком по биткоину, но технический анализ годится в любом рынке, в котором участвуют люди. Потому что графики отражают поведение людей. Вы видите прекрасную медвежью дивергенцию на недельном графике биткоина. Это было где-то в августе-сентябре прошлого года. Я помню, как раз у нас вебинар был. Впервые кто-то в этом вебинаре меня попросил посмотреть биткоин. Биткоин уже карабкался по направлению к 70 тысячам долларов. Все он очень нравился. И я помню, отметил ложный пролом вверх с медвежьей дивергенцией. Значит, это было 70, сейчас он стоит около 70. Сейчас он стоит ниже 20. Другой технический сигнал, который тоже хорошо виден на этом графике, это хвосты кенгуру. Вот хвост кенгуру на недельном графике, где-то 6-7-8 недель тому назад, но он гораздо лучше виден на дневном графике. Хвост кенгуру и это остановка падения. Это купило лишний месяц жизни биткоину. Сейчас биткоин подбирается к своему раннему июнскому донышку. Мессиный гистограмм вниз, индекс силы перезакуплен. Если бы я был обязан торговать биткоином, то я бы сейчас уже начал присматривать возможность его купить. Но я только смотрю на это со стороны, это как проезжаешь мимо аварии, смотришь на нее, участвовать не хочется. Очень опасно. Но он приближается к донышку сейчас здесь. Спасибо, Александр. Мы посмотрели все основные рынки и сейчас как раз время посмотреть на те бумаги, которые нам были присланы на конкурс и разобрать как раз некоторые из них. Сейчас один момент, я сделаю демонстрацию экрана и покажу участников. К сожалению, какие-то бумаги были присланы не совсем верным тикером и я не смог понять, что это за бумаги. Но тем не менее, те, которые прислали, я сюда добавил. Сейчас все участники, кто оставлял комментарии, видят их перед собой. Собственно, здесь, что интересно, были несколько бумаг, которые не закрылись до тейк-профита, немного не дошли. Вот как раз их, наверное, было бы интересно посмотреть, я их потом чуть позже покажу. Ну а в целом у нас была единственная позиция, которая закрылась именно по тейк-профиту. То есть был выставлен стоп-лосс, уровень входа, сработал тейк-профит. Эта сделка была по паре американский доллар-канадский доллар. Хоть сделка и принесла там 1% движения, но по валютам это, по правилам, всегда более, ну скажем так, весомое движение, чем по акциям. Потому что многие акции сходили за это время где-то на 6%, но здесь бумаги, они все еще открыты. Вот поэтому у нас в этот раз победитель, который предлагал бумагу, ну в данном случае валютную пару, американский доллар-канадский доллар и вот здесь тоже остальные участники. Сейчас я покажу тогда те как раз бумаги, которые у нас есть. Сейчас, один момент. Сделаю вот так. Александр, скажите, вы сейчас видите перед собой? Да, 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 слушаю вас. Да, вот это как раз пара, которая победила, да, американский доллар-канадский доллар. Я сразу же заранее сделал скриншот, чтобы не тратить время в ходе вебинара их не искать. Вот здесь на недельном графике у нас, значит, вход, да, и тейк-профит, он был достаточно небольшой, то есть на недельном его практически не видно. Но вот на дневном видно лучше, то есть вот здесь вход на продажу, и здесь стоял тейк-профит. Очень красиво, очень красиво. То есть продажа была, начну с 20 секунд введения. Вопрос, который я услышал десятилетия тому назад, и раскрыл челюсть и стал думать об этом. И этот вопрос, на который отвечал один очевидный человек, я сидел в зале на его лекции, он до сих пор является одним из краеугольных камней моего рыночного анализа. Есть разница между ценой и ценностью. Цена – это очень просто. Смотрим на ярлычок, сколько это стоит. А ценность – это то, во что оценивает этот товар толпа. Ну, скажем, простейший случай. Решили рубашку себе купить, да, идете в магазин, и у вас в бюджете, скажем, 80 долларов. Идете в магазин, есть рубашки только по 120. Вы говорите, ну, а мне не к спеху, в другой раз зайду. Или, может, пришлите мне по e-mail, когда что-то будет, да. С другой стороны, значит, вы идете на конференцию, и вдруг по дороге пролили на себя чашку кофа. Вы забегаете в магазин по любой цене. Вам нужна рубашка сейчас. Сейчас она мне нужна, да, сколько бы она ни стоила. Вот то же самое происходит на рынке. Цена колеблется дико. А ценность, она изменяется медленно. И ценность, в принципе, известна. Ценность зависит от предыдущих цен. Поэтому я всегда стараюсь купить ниже ценности, а снять профит в зоне ценности, да. То есть купить недооцененный товар или зашаркить переоцененный. В данном случае зона ценности, это расстояние между двумя скользящими и средними, показывает вам примерную ценность, установившуюся ценность вот этой пары. Доллар, американский против канадского доллара. А человек, который это дело закоротил, он закоротил его по переоцененной цене. То есть кто-то переоценил американский доллар, а потом реальность возвращается на рынки. Всегда и обычно довольно быстро. Как оно и произошло в этом случае. Американский доллар стал ослабевать и настолько ослабил, что упал ниже своей зоны ценности. Это прекрасное место закрывать позицию. И наш участник снял где-то так, на скидку на глаз, примерно 20%, может быть, почти 30% от того, что было, от максимума возможного сделки. Максимум возможного сделки, я всегда считаю, от верхнего до нижнего конверта. Очень хорошая сделка, молодец. И вот как раз были несколько сделок, которые интересно были посмотреть. Вот здесь была сделка по монстр. Здесь также вход. Установлен take profit. И здесь stop loss. То есть видно, что сделка пошла в этом направлении, причем достаточно быстро на дневном таймфрейме. Не надо было пересиживать, не надо было пересиживать. Смотрите, сделка была правильная. Закоротил выше ценности. Цена опустилась ниже ценности. Стала проваливаться. И даже если вы удержали ее на первом графике ниже ценности, на первом столбике ниже ценности, даже на втором, то на третьем, когда этот столбик открылся в районе ГЭПа, ясно было, что все, вечеринка закончена. Надо снимать прибыль, пока она еще есть на столе. Ну, здесь, наверное, мы будем исходить из того, что если участник действительно эту сделку совершал, то она была закрыта раньше. Просто в рамках нашего конкурса этот профит был поставлен. То есть мы запланируем его на несколько недель вперед. Но в любом случае по линии конверта или чуть ниже зоны ценности его можно было уже поставить, чтобы сделка могла сработать, по крайней мере, в рамках нашего конкурса. Роман, вы знаете, конкурс получается труднее, чем реальный трейдинг в этом смысле. Что очень хорошо. Для тренировки это хорошо. Тысячу лет тому назад, когда я жил в Советском Союзе, была пара знаменитых на весь мир фигуристов, Белоусова и Протопопов. Они потом бежали. И по сей день живут в Швейцарии. Они были чемпионами мира, олимпийскими чемпионами. Все. Так они, когда тренировались в фигурном катании, они надевали тяжелые браслеты на запястье и на лодыжки. А когда они выходили на лед для соревнований, они снимали эти браслеты и летели, летели. Вот то же самое и у вас. Да, согласен. И еще несколько бумаг. Вот здесь было тоже по Occidental Petroleum. И вот здесь уже с точки зрения стоп-лосса, почему я эту бумагу добавил. То есть, опять же, вроде кажется, что вход был хороший, и в принципе бумага могла дойти до Take Profit. Получается, что вот здесь вход, потом сработал. Стоп был ужасный, стоп был ужасный совершенно. Вот как бы вы здесь, может быть, рекомендовали бы здесь? Знаете, я на секундочку гляну на свой график, чтобы снять цифры с него. Символ Occidental Petroleum, если память не изменяет, ОКСИ, 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 ОКСИ. И ОКСИ сейчас торгуется по 59 долларов, а размер одной АТА, average true range, 3 доллара 40 центов. Это значит, что стоп должен быть где-то порядка 5,5 долларов от входа. Здесь наш участник закоротил по цене где-то в районе 69 и поставил стоп 71. 69, значит, он себе дал 2 доллара. А уровень АТА, это индикатор шума, он показывает, какой нормальный рыночный шум. Вот рыночный шум для этой акции 3,40, 3 доллара 40 центов в день. Если вы ставите стоп в зоне шума, вы просите, чтобы вас выбили из этой игры. Каждый раз, естественно, Роман обращается не к вам, а к нашему участнику. Когда вы делаете приказы покупки, неважно, на конкурсе или в своем личном счету, посчитайте, какова АТА, average true range. Даже считать не нужно, вам тот же мета-трейдер выдаст эту цифру. И ставьте свой стоп за уровнем, вне уровня шума. Если вы ставите стоп внутри уровня шума, вы просите, чтобы вас выбили из сделок. Сделка хорошая. Наш участник выиграл половину игры по выбору акции. Он хорошо поступил, но он проиграл по управлению деньгами. Типичный вариант. Люди учатся читать графики, учатся находить сделки. Умение контролировать деньги приходит позже. Это нормальный процесс. То же самое у меня было. Ни какой разницы. Так что продолжайте учиться. Вы в хорошем направлении. Спасибо, Александр. Да, вот мы тогда посмотрели все бумаги. Вот те, которые я вам присылал, вы можете переключиться тогда на ваш экран и можем там посмотреть. Попрощайся. Ел селедку на завтрак терпить хочется. И это, честное слово, это не водка, а это компания Пилигрим. Это даже не водка, налитая в компанию Пилигрим. Давайте посмотрим акции, которые вы хотели посмотреть. Одну секунду. Так, так, так. Одну секунду. Идем сюда. ShareStream. Так. По порядку. Amazon. Я, кстати, торговал Amazon. Купил позапрошлую пятницу, потом продал. Помните, наверняка помните, я показывал сигнал спайк, который возник на недельном графике. И на основании этого сигнала спайк я был совершенно, у меня паршил из ушей, я ожидал такого взлета. Это было вот на этом столбике Amazon. Это недельный график. График был синий, голубым. Значит, не было запрета на покупку. Импульсная система. Красная нельзя покупать. Красная можно только играть на понижение или стоять в сторонку. Зеленая можно только покупать или стоять в сторонке. А когда они голубые, неопределенный рынок делает, что хочешь. Значит, на недельном рынке не было запрета. Но главная причина, что я купил этот тикер, была вот здесь. здесь вот. Глядим сюда. Чуть-чуть нарушил, кстати, свои правила. Так, одну секунду, только проверю числа. Это... Да, вот так вот. У правого края. Просто посмотрите. Значит, имеется сигнал, имеется сигнал спайк. То есть, это вот так вот, фейерверк. Это было донышко Амазон в мае. Это донышко Амазон полторы недели тому назад. Прекрасная бычья дивергенция МСД гистограммы, бычья дивергенция МСД линий, бычья дивергенция индекса силы. Покупка. Она уже была прибыльной к концу дню. Понедельник, вторник. Когда я не прорывал? По-моему, во вторник или в среду. В среду. Видите? Один столбик в зону ценности и получил по голове. Второй столбик в зону ценности и тоже получает по голове. А у меня прибыль от самого донышка. То есть, купил по низам, и сейчас акция начинает бороться с встречным ветром в зоне ценности. Снял прибыль. В четверг акция преодолела эту зону, в пятницу поднялась еще выше. В понедельник началась коррекция, вторник она стала более глубокой, и это у правого края сегодняшний день. То есть, акция выглядит хорошо. И сейчас, кстати, если бы я был более долгосрочным быком, недельный график не возражает против покупки. На дневном графике та же самая бычья дивергенция присутствует и произошел небольшой откат от краткосрочного верха. Если акция Amazon поднимется где-то до зоны ценности, в район 160, в район 110 долларов, она сейчас 108.70, то, я думаю, было бы легально опять ее покупать. Хорошая акция. Прибыльный бизнес и хорошая акция. Едем дальше. Вы хотели посмотреть Nike. Они объявляли... Я пытался, пытался, я примеривался торговать ею вчера, но не смог найти точки входа. Это недельный график Nike. Тренд продолжается вниз. Красный у правого края. Смотрим на дневной график. Один из самых важных кусочков информации для любой акции, это когда она объявляет о своих доходах. Потому что огромные фонды, особенно пенсионные фонды, инвестиционные фонды, то есть люди, которые оперируют действительно миллиардами, некоторые даже миллиардами, несколькими миллиардами долларов, большинство из них внимательно смотрят за фундаментальными новостями, как, например, доходы компании. Nike торговалась вчера где-то в районе 108 долларов, 107.50. Она объявила о доходах, и первоначальная реакция. Акция взлетела до новой высоты. Тут же развернулась и стала падать. И вот она упала до нового низа. Значит, я посмотрю. Самая дешевая цена в мае была 105 долларов. Точно 105. А сейчас цена, мы с вами разговариваем, в это время цена 103 доллара. То есть имеется ложный пролом. Я думаю, что он ложный. Я не уверен, но я думаю, что пролом вниз. Как только эта акция поднимется выше 105, этот подъем будет обозначен как ложный, и это будет очень хорошая возможность упаковки. бычья дивергенция МСД-гистограммы, бычья дивергенция МСД-линий. Так что я продолжаю отслеживать эту акцию и не удивлюсь, если куплю ее в ближайшие дни. Но она должна выполнить то, что я хочу, чтобы она выполнила. Закройся выше линии поддержки. Линия поддержки была нарушена. Это 100, как я сказал раньше, это 108 долларов. Так что цена должна подняться выше 108. И вот там-то я ей очень заинтересовался. Едем дальше. Незнакомый, вовремя, слабо знакомый тикер, S-E-D-J. Перехожу на недельный график. Это Solar Edge. Опасный, трудный и опасный рынок. Трудный и опасный рынок. Почему? Вся энергетика сейчас под вопросом. Нефть упала, но сейчас стала подниматься. Это коррекция, коррекция медвежьего тренда. И если нефть будет падать, то все компании энергетики, включая солнечный, ветер, все что угодно. То есть, если понизится спрос, если понизится спрос на энергоносители, то эта компания получит по зубам, как и все остальные. Поэтому окоротить как бы рано еще. То есть, еще на что я смотрю. Компания, вот посмотрите, последний этот столбик, он прямо вот так вот сидит на зоне ценности, зона ценности очень узкая. Столбик сидит на заборе по одной ноге в каждую сторону. Упадет налево или упадет направо. Я не знаю. И я не хочу гадать об этом. Я предпочитаю ловить акции, которые поднимаются и вот не могут выше подняться. Или падают и не могут ниже опуститься. А когда акция сидит на заборе, как вот это SE DJ Solar Edge, для меня это просто слишком стрессово. Поехали дальше. Что у нас еще? AMD. Это программа, это компания, которая производит один из самых востребованных товаров в современной экономике. Компьютерные чипы. И не знаю почему, не знаю почему, но акция компании падает. Она уже потеряла половину своей цены с прошлого, во время этого медвежья рынка. Потеряла пол цены. Есть такая, есть такая американская поговорка о том, как хорошие акции падают при плохой, при плохой погоде. когда шериф устраивает рейд на бордель, он забирает хороших девочек вместе с плохими. Вот это вот хорошая девочка, которая попала под рейд. недельный график опускается, импульсная система красная, разрешая нам продавать, но не играет на повышение. Смотрим на дневной график. Акция слабая и становится слабее. Она уже пробила июньское дно. То есть, это одна из слабых акций на американском рынке. И при этом фундаментально это очень важная компания. Я начинаю опять чесать репу, и каждый раз, когда я замечаю, что я ее чешу, я говорю, следующая страница. То есть, интересные сделки прыгают и хватают за лицо. А когда вот так вот сложно, что-то не складывается. Лучше не тратить времени. Потому что, и не из-за лени, а потому что на рынках очень много хаотичности. И если рынок вот настолько хаотичен, что чистого сигнала нет, пойдем искать чистого сигнала. Вот как Amazon, кстати, довольно чистый сигнал был. Еще две акции у нас осталось посмотреть. Одну из них, мы, кстати, уже посмотрели. Аксидант по петровой акции. Мета в прошлом в Facebook. Недельный график. Очень глубокое донышко в мае. Слабенький перелом спины медведей в конце прошлого, начале этого месяца. И у правого края пролон на новое дно. Взлет. И сейчас опять начинается эта реакция вниз. Выглядит слабовато. Покупать на этой неделе не имеем права, потому что последний столбик красный. Но посмотрим, покупать не имеем права, но смотреть можно. Идем, смотрим на дневной график. Ничего особенного. Ни дивергенции тебе никакой. Ничего. Только имя. Опять-таки, терпение, терпение, терпение. Подождать, подождать. Эта акция никуда не убежит. Я надеюсь, не убежит. Она никуда не уйдет с рынка. И у нас будут возможности ее торговать. Но сейчас не лучшее время для этого. Быстро просуммировать то, о чем мы говорили. Мы, рынок находится в медвежьей фазе. Это медвежий рынок. Он начался в декабре прошлого, в конце декабря прошлого года. И конца ему пока что не видно. Люди спрашивают, когда это будет. Не знаю. Может быть в этом году, может быть в будущем. Технический анализ, это как фары на автомобиле. Видно на какую-то дистанцию впереди. Дороги до дома им не осветив, когда едешь домой с кино или из ресторана. Так что мы в медвежьем рынке. Медвежий рынок, я опять-таки вернусь к индексу новых высот, новых низов. Надеюсь, вы видите его. Этот рынок вычертил модель, которая называется спайк в мае. И вычертил ее опять в этом месяце, в июне. Крайне необычно. Крайне необычно. Имеет два сигнала рядом друг с другом. В последний раз наблюдалось во время колоссального медвежьего рынка 2008 года. То есть обычно эти сигналы возникают раз в несколько лет. Когда они возникают дважды в одном году, тем более здесь дважды в течение одного месяца, это полутора месяцев. Это говорит о том, что медведи очень сильны. Мы находимся в медвежьем рынке. Но вот этот сигнал спайк, совсем близко от правого края, где индекс высот, новых низов, упал ниже минус 4000, и потом поднялся выше этой отметки, выше этой линии, говорит о том, что предстоит ралли, предстоит такой корректирующий взлет. И в прошлый раз, когда был такой сигнал, это был он в мае прошлого года, взлет был 350-360 пунктов S&P. Пока что мы видели взлет на 260 пунктов, а сигнал посильнее из-за дивергенции. Так что я продолжаю. Думаю, что рынок поднимется где-то в район 4000-400 может быть. А там будем смотреть дальше. Если у этого ралли, как говорится, ноги, то есть может ли этот ралли бежать дальше, или ралли начинает захлебываться. Но об этом мы поговорим, я не сомневаюсь, через месяц. Спасибо, Александр. Мы разобрали все темы, которые у нас были, все бумаги, которые хотелось посмотреть, в том числе и сделки, которые были. Вот я видел несколько вопросов, но я бы предложил, то есть там был вопрос как раз про психологию. Я думаю, что мы могли бы как раз, как мы делали с вами индикаторы, в следующий раз, там 10-15 минут, уделить какой-то теме. И в принципе мы можем попросить наших слушателей написать на YouTube-канале под этим видео, какие темы, ну такие фундаментальные, скажем так, были бы интересны. И мы бы, я тогда вам пришлю, и мы в следующий раз, возможно, какую-то из этих тем разберем. Как вы на это смотрите? С удовольствием, с удовольствием. Я сейчас посматриваю на вопросы. Кто-то спрашивает, курсы рубля у вас в списке странные. Видимо, это к вам относится, потому что я за рублем не слежу. Это ко мне, да. Это к вам. Кто-то пишет, вы ожидаете новое дно, которого мы еще не видели в этом году. Да, я ожидаю более низкого дна. Контроль эмоций. Самый лучший способ контролировать эмоции – это ввести дневник. Дневник своих сделок и писать этим дневникем, что вы чувствовали, когда вы планировали, когда вы входили, когда вы выходили. Я все время писал там целую диссертацию, ну диссертацию, пару абзацев. Покажите мне трейдера с хорошими записями, я покажу вам хорошего трейдера. Ведите дневник и перечитывайте его. Это как зеркало. Вы когда ведете хороший дневник и перечитываете его, вы становитесь своим собственным учителем. Еще раз спасибо и желаю вам всего хорошего. Спасибо, Александр. Увидимся с вами через месяц. Я как раз еще раз сейчас скажу про индикаторы и про конкурс. Поэтому спасибо большое вам, спасибо за ваше участие, за ваши мысли и увидимся через месяц. Все хорошо. До свидания. Спасибо. Уважаемые участники, перед завершением нашего вебинара как раз для тех, кто у нас смотрит и на YouTube-канале, кто сейчас присутствует. Я бы хотел напомнить о том, что у нас те индикаторы, которые сейчас вы видели перед собой, они доступны для использования и предоставляются для клиентов Admirals на платформе MetaTrader 5. Для того, чтобы запросить эти индикаторы, необходимо отправить запрос на почту elder-disk-собака-адмирал-маркес.ком и мы вам, соответственно, пришлем в ответ набор этих индикаторов, шаблоны, видеоинструкцию по установке. Важная оговорка, да, эти индикаторы работают на реальных счетах с балансом более 200 евро. То есть, если вы уже наш клиент, то вы сможете их использовать. Если вы не наш клиент, то обязательно отправьте запрос и наша служба поддержки проконсультирует вас по открытию счета и, ну, что необходимо для того, чтобы получить эти индикаторы. Потому что те вещи, которые Александр как раз обращал внимание в ходе вебинара, они дают возможность оценить, да, с точки зрения входа, с точки зрения стоп-лоза, с точки зрения таргета, да, где выйти из позиции. Поэтому такая, понятно, что, возможно, не вся система подойдет для конкретного человека, но, по крайней мере, сформировать подход. Здесь вы для себя это можете и сможете использовать на своем реальном счете. Соответственно, elder-disk-sobaka-admuralamarkens.com Сейчас я один момент также в наш чат отправлю саму ссылку, да, чтобы она у вас сохранилась и вы смогли ее написать. Ну, и для тех, кто смотрит нас уже непосредственно в записи, как раз можно будет найти эту ссылку в описании к видео, да, она будет доступна. Сейчас я один момент, чтобы сразу же дать ссылку в чат, да, вот сюда сейчас добавляю. Так, один момент, неверно скопировалось. Да, вот сейчас elder-disk-sobaka-admuralamarkens.com И про конкурс, да, вот те бумаги, которые присылали, с одной стороны, да, вы можете получить книгу с автографом Александра, но с другой стороны, также ваша сделка может попасть на разбор, где Александр скажет, на что стоит обратить внимание, да, и как можно было улучшить вход, да, или выход по вашей позиции, как мы делали с несколькими примерами, которые были присланы. Конкурс у нас проходит на YouTube-канале, то есть для того, чтобы правила, они простые, вот то видео, которое вы сейчас смотрите, последнее видео, да, последнего вебинара с планом на июль, соответственно, под этим видео и проходит конкурс. Что нужно для того, чтобы принять участие, это подписаться на YouTube-канал, поставить лайк и предложить одну сделку по тому инструменту, который торгуется в Адмиралусе, это может быть акция, или ETF, или валюта, все, что вам угодно, предложить цену входа, стоп-лосс, take profit и написать дату поста, когда вы пишете эту сделку, чтобы я смотрел, исполнилась ли сделка после даты как раз вашего поста. Сделку можно предлагать в период с 30 июня, да, то есть это завтра, до дня следующего вебинара, который будет 27 июля, да, то есть есть месяц. Сделка может длиться и две недели, и три недели, а может и два дня, да, то есть здесь, как я уже говорил, предпочтение дается тем сделкам, которые исполняются по take profit, да, то есть если ваша сделка исполнится по take profit, и дальше мы смотрим в процентном отношении, какое было большее движение, то, соответственно, это у нас будет победитель, который получит книгу с Александром. С тем победителем, который у нас был в этот раз, я обязательно свяжусь, напишу на YouTube-канале, и книгу мы также отправим, еще у меня есть несколько книг, которые мы не отправили, но обязательно это сделаем в ближайшую неделю, также со всеми свяжусь, всем книги направлю, ну и комментарий нельзя редактировать, да, то есть если там будет кнопка, ну информация о том, что был комментарий отредактирован, то такие бумаги мы в конкурсе не принимаем. Ну а в целом, также напишите, пожалуйста, в комментариях, какие темы фундаментальные, да, для вас были бы интересны, да, как психология, риск-менеджмент, установки стоп-лосса, и как я уже сказал, то есть та тема, которая, ну, предложат больше всего, да, мы сделаем отдельный выпуск, да, и часть вебинара посвятим как раз этой теме. Поэтому подпишитесь на наш YouTube-канал, сейчас еще раз тоже ссылочку на него пришлю, чтобы она у вас сохранилась, и завтра видео появится, там вы сможете оставлять ваши вопросы, как раз вопросы тоже оставляйте под видео, которое мы завтра загрузим, и я их Александру также заранее передам. С моей стороны это все, всем спасибо за участие, спасибо, что пришли, те, кто нас смотрел на вебинаре, кто смотрит нас на YouTube-канале, увидимся с вами через месяц, 27 июня, и на других вебинарах, которые мы проводим. Всем спасибо, и до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин